Добрый день, Александр Демидович. Скажите, это правда, что здесь попытка дерево снести? Какое снести? Кто вам такое сказал? Ну мне позвонили, сказали. Дайте мне документы, пожалуйста. А кто эти мужчины? Это линии, значит, смотрят то, что кабель проходит по участку. А вы кто, извините? Я владелец дома. Какого? Где стоит ваше растение, которое говорят... Не мое, а наше общественное, это городское. А у вас есть разрешение на снос этого дерева? Я не сношу это дерево. А что вы с ним делать пытаетесь? Почистить просто сухостой, я правильно понимаю? Я делаю аварийное, да, аварийное то, что, значит, находится на приватизационной земле, значит, и то... Находится дерево здесь, правильно? Значит, я снимаю то, что аварийное. То есть, я правильно вас понимаю, сухие ветки вы счищаете, я правильно понимаю? Ну, что аварийное. Значит, вы услышали? Услышали. Давайте посмотрим на эти аварийные ветки. Это сухие ветки? Ну, насколько я вижу, это нормально. Наши? Ну, наши, чья контора? Сами по себе. Сами по себе. А разрешение на опасные работы у вас есть? А можно посмотреть? За нарушение, короче, действительного законодательства. Ну, вижу, сон. Очень, очень сухие ветки вы можете увидеть. Причем, заметьте, сухие остались. Сухие остались. Я нахожусь на переулке интернациональном дом номер 10. Значит, мне позвонили обеспокоенные жильцы этого дома. Они сегодня утром заметили, как сюда заехала техника, и началась какая-то странная эпопея с этим дубом. Дуб очень старый, я его еще по детству помню. Но жильцы не дают его срезать ни в коем случае. Ну, есть мнение, что живое дерево. Документов, позволяющих производить подобные работы, я не вижу. И мне почему-то предоставлять особо никто не горит желанием. Но сейчас мы еще соберем здесь жильцов. Я попытаюсь поспрашивать, может, кто прокомментирует со своей позиции. Вот мужчины. А развлечений у них нет. То есть, совсем колуская? Ну, я так понимаю, они рубают. Посмотрите на эти сухие деревья, то есть ветки, которые лежат. Вот это сухостой, который убирают. Мне скажите, будут коммуновать. А вот женщина в красной куртке ходила. Только она туда-то зашла только что. Документы не показали, ничего. Не ходи за нами. Нейтральная сторона. Как же нейтральная сторона? А кто дерево пиляет? Есть хозяин, он хозяин стоит дальше. А дальше сюда? Он прямо в первую путь. Добрый день. Сказали, что вы главный послуство этого дерева. Это правда? Нет. Я с журналисткой школы. Так, а я вас не знаю. Я вас с вами знакомлюсь. У нас Надія. Надія Трус, я журналистка. Я не Надя, у меня жилья. Надія. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо. А вы же были в Турганске? Я там не был. А почему вы туда подходили? У меня своя работа. У меня тоже своя работа. Спасибо. Можешь сказать? Да. Мы сегодня раннем прокинулись и увидели, что ведутся работы несанкционированные по так званому обрезанню сухих гильяк. Но если вы увидите, что у нас гильяки диаметром 35 см, это вековый дуб. Он належит до ценных порез дерева. Зрозуміло, почему им эти гильяки по 35 см в диаметре. Они мотивируют тем, что они облагораживают территорию. Но это территория наша, прибудинковая. Они это кто? Наши соседи из Пушкина 115Б. Они планируют сюда, ближе к нам, чтобы у нас проезд остался. Они нам, на наши прохания, будь ласка, покажите документы, не показывают. Но говорят, что у них все документы есть. Так как мы межуем, и мы имеем право на узгоджение с нами этих документов. Николи от них ничего не получили, но только осмотрим действия по самозахвату. Этот дуб никому не заважал. Диаметр близько одного метра – это очень старая рослина и очень ценность. У него всегда был очень хороший, так сказать, тень. Но их действия… Полицию вызвали? Они вызвали сегодня, чтобы остановить эти работы. Потому что тут приехала вишка, все серьезно. Они даже не сказали, что они собираются. У нас были такие думки, что они его вообще спирают. Понимаете? Все вышли, потому что нам же не безразлична, так сказать, судьба наших зеленых насаждений. Ну, это просто… Люди не мают… Приезжала полиция. Приезжала полиция. Что она сказала? Я пояснила. Їм показали документы? А мы же не знаем, потому что они с нами не общаются. Мы написали свои пояснения с своего боку, а полиции они пояснения давали, с нами они не общаются, уйдите из нашей территории. То есть люди по-хорошему не могут… Я правильно понимаю, вот эта часть, где сейчас была поляна… Да. Это все была наша прибудинковая территория. А сейчас они говорят, что это их прибудинковая территория. А у вас есть какие-то документы? Вот нам же, как надавал схему, ось наш дом, ось наши клумбы, за которыми мы доглядаем, и ось прибудинковая территория. Тобто, оцей Дуброш, это тут, он должен, взагалі, до них ніякого мать отношения. Они свои документы по приватизации, как они говорят, никому не показали. Понимаете? Если бы там все было нормально, то почему бы не показать… А какого года эти документы… А ось нам, дивіться, надавали у 2015 році, когда у нас было спирное питание и земельная территория с другой стороны, то это была такая ответственность, что у нас прибудинковая территория как раз не с того боку основная, а вот тут. Но теперь, если они принесут сюда забор, то не дай Бог, пожарная машина, а скоро мы даже не развернемся. Представьте, что тут будет забор. От куда? Я прошу, а что будет с дитяшим майданчиком? Ничего не будет с дитяшим майданчиком, потому что самого майданчика будет очень мало. И если они тут установят забор, то у нас полностью нет двора. У нас тут проезд, там асфальт и клумбы. А влитку на этой части, где сейчас топчиков, насаживали? Не знаю, квіти… Тут прибирают ЖЭК. Так что если мы платим за прибирание цієї территории, то вважается, что это наша территория. Это на наши комунальные платежи как-то отображаются. Мы платили за уборку цієї территории, потому что мы относимся к этому. с другой организацией. У нас тут все так… У нас, вибачте, обложили со всех сторон. Можете назватися? Имя, важное прозвище… Ракіна Анатолійовна, мешканка будинку, провулку інтернаціональному, братьев Шеметів 10, квартира 18. Ракіна Анатолійовна, дякую. И еще остальное. Вам нужно написать звернение в Держинспекцию экологичную. Мы сегодня задзвонили. Они сказали, что оперативно они не реагируют, не выезжают. Возьмите, пожалуйста, полицию. Вони засвечать факт самовольної вирубки. И вертайтесь до нас в письмовом виде. Я тоже. Телефонировала. И от вас прямо сейчас чекают письмовое звернение. Сейчас мы его напишем. Это письмовое звернение. Потому что первые, кому мы задзвонили, это были они. Они сказали, что полиция должна принимать. А им звонили, не видели? Никто не звонил. Они в курсе, что великолепные. Они опасны. Мы спрашивали, они вообще все равно с улицы. А поведение, опасность, работники потихоньку сворачиваются и исчезают. Интересно, почему? Но жильцы опять вызвали полицию. Сейчас еще подождем, посмотрим, что будет происходить. Журналисты попросили, чтобы в их присутствии полиция все-таки дала какие-то выводы свои. Добрый, пожалуйста. Сегодня группа обрежала, зафиксировала факт повышения, что вы спиливаете данное дерево, без соответствующих документов. Почему продолжаются ваши противоправные дела? Ну ничего не было. Смотрите, сколько у нас свидетельств, которые говорят, что вы продолжаете противоправные дела. Мы пилим, сейчас мы... В данный момент нет. Люди говорят, что вы спали. Просто стояли. Просто стоим. Есть тут местные жители. Чтобы после следственной группы вы не продолжали? Нет, работ не было. Работ не было. Просто стоим, ждем машину, запрашиваем инструменты и все. Вы пилили уже? Нет. А вы что, совместно с детьми? Четыре. Четыре. Мы познакомимся еще раз с этой хозяйкой, но я так понимаю, что до них уже написано на данный этап заяву. Такая группа проехала. Люди продолжали? Или они просто стоят, ждут, пока вы тут идете? Они погрузили то, что уже напилили на машину до мира, сфотографированный, и уехали. Но они сами не разходятся. Пока мы разъедемся, они продолжат. Чего бы они тут остались? чтобы им не надо было продолжать. А нам, какая-то группа полиции, они у нас взяли поехали? У них и пилки там, электропили и все. Мы тут будем, сами его осторожить, эти дерева? Или они уже точно не будут? Осторожить же, никто не будет дерева, понимаете? А потом скажут, ой! Тогда по факту будет криминально, там уже следствие будет решать. А по факту у нас не будет дуба. Вы хотите, чтобы экипаж выставил пост? Нет, мы не хотим. Вот вы их уже налякали, они уже ушли. Спасибо вам большое, но на нас они не реагируют. Так все правильно сделали, если они не реагируют на ваши зауважения, вы выключите полицию, все правильно вы сделали. Мы вас выключили, но вы очень рады, что вы приехали. Ну это же мы здесь живем, правильно? Ну да, в этом доме. Сегодня в рамках вышка, все серьезно. Если вы слышите, что там в НЗПЛА просто сразу выключаете, то они уже знают, что они против, ну не имеют документов на спину у них и на выполнение этих работ. Я же говорю, заявка на них написана и пояснила, и в них выбрано, почему они так сделали, и у свидетелей, что спинули. Они сказали, что они удаляют сухостой. Да, это было 8 утра. То же сречная оперативная группа отдела полиции номер 1, она будет разбираться, то выключает уже там, если будет на все потребное, то уже будет проходить. ИНЗПЛА Продолжение следует... Продолжение следует...